Прежде чем дать определение ЦАП, нужно разобраться с двумя словами в его названии. Я легко жонглировала терминами «сигнал», «аналоговый сигнал», «цифровой сигнал» и, кажется, всем должно быть интуитивно понятно, о чем идет речь. Но пора дать достаточно строгие определения, чтобы окончательно разобраться, что это такое и какие виды сигналов вообще существуют. Сигнал – это величина, отражающая состояние физической системы. Какой сигнал мы можем засечь в этой комнате? Например, зависимость температуры от времени. Это одномерный сигнал, заданный как функция времени. Вообще очень естественно рассматривать сигналы как функции, заданные в физических координатах. Классифицировать сигналы можно разными способами – по их физической природе, по способу задания. Сейчас же мы сосредоточимся на зависимости от функции, описывающей параметры сигнала. Выделяют четыре типа сигналов – непрерывные, непрерывно-квантованные, дискретно-непрерывные и дискретно-квантованные сигналы. Аналоговый или континуальный сигнал описывается непрерывными или кусочно-непрерывными функциями x от t. Причем как сама функция, так и ее аргумент могут принимать любые значения в пределах некоторого интервала. Чтобы понять, как это может выглядеть, представьте график, по горизонтальной оси которого отложено время, а по вертикальной – амплитуда. Если мы измеряем температуру, то на графике появляется непрерывная линия, отображающая значение температуры в каждый момент времени. Аналоговые сигналы часто используют для представления непрерывно изменяющихся физических величин. Например, аналоговый электрический сигнал, снимаемый с термопары, несет информацию об изменении температуры, сигнал с микрофона – о быстрых изменениях давления в звуковой волне и тому подобное. Большинство сигналов имеют аналоговую природу, то есть изменяются непрерывно во времени и могут принимать любые значения на некотором интервале. Аналоговые сигналы описываются некоторые математические функции времени. Как пример, гармонический сигнал s от t равный a на косинус омега t плюс φ. Важный вопрос для оценки понимания определения. Как вы думаете, можно ли записать аналоговый сигнал в компьютер? Подумайте. Задам вам наводящий вопрос в качестве подсказки. Для начала ответьте, а сколько расположено чисел между, например, нулем и единицей? Ответ на второй вопрос. Их бесконечно много. Так как аналоговый сигнал имеет бесконечное множество значений, то его невозможно сохранить в компьютере, память которого ограничена. Чтобы передать такой сигнал, можно использовать электрический ток. Для этого нужно сопоставить значение температуры со значениями напряжения. Например, 23,45 градусов Цельсия можно представить как 2,345 вольт. Раньше аналоговые сигналы использовались везде, во всех видах связи. Но с аналоговым вещанием есть одна проблема. Чтобы избежать помех, нужно усиливать сигнал. И чем выше шум, тем сильнее. При этом большое количество энергии выделяется в виде тепла. А сам усиленный сигнал может стать помехой для других каналов связи. Сейчас такой тип сигнала вытесняется цифровыми. Возможно, вы даже слышали новости о том, что не так давно телевидение в России перешло на цифровое вещание. Окончательно. Перейдем к следующему типу. Дискретный сигнал представляется в виде последовательности значений, взятых в дискретные моменты времени. Допустим, термометр может измерять температуру 2 раза в секунду. В этом случае шаг дискретизации будет равняться 0,5 секунды. А частота дискретизации 1 делить на 0,5. 2 Гц – 2 измерения в секунду. Рассмотрим квантованный сигнал. Он принимает конечное число значений. При квантовании вся область значений сигнала разбивается на некоторое количество уровней. Всем этим n-уровням от 0 до n-1 присваивается некоторое число конечной разрядности. Каждый отсчет исходного сигнала сравнивается с уровнями квантования, выбирается ближайшее к нему и соответствующее данному уровню число. Расстояние между этими уровнями называется шагом квантования дельта. Если термометр измеряет температуру до десятых, это значит, что полученный сигнал будет иметь шаг квантования равный 1,1 градуса Цельсия. Не следует путать квантование с дискретизацией и, соответственно, шаг квантования с шагом дискретизации. При дискретизации изменяющаяся во времени величина, сигнал, замеряется с заданной частотой, частотой дискретизации. Таким образом, дискретизация разбивает сигнал по временной составляющей, на графике по горизонтали. Квантование же приводит сигнал к заданным значениям, то есть округляет сигнал до ближайших к нему уровней, на графике по вертикали. И, наконец, цифровой сигнал. Он описывается квантованной решетчатой функцией. Значения решетчатой функции определены только для дискретных, равно отстоящих друг от друга, значений независимой переменной. Например, t, 2t, 3t и так далее. Для того, чтобы представить аналоговый сигнал последовательностью чисел конечной разрядности, его следует сначала превратить в дискретный сигнал, а потом подвергнуть квантованию. В результате сигнал будет представлен таким образом, что на каждом заданном промежутке времени будет известно приближенное квантованное значение сигнала, которое можно записать целым числом. Если эти целые числа предстоят в двоичной системе, получится последовательность нулей и единиц, которая и будет являться цифровым сигналом. В наше время двоичные цифровые сигналы, битовый поток, наиболее распространены в связи с простотой кодирование и используемостью в двоичной электронике. Вспомним пример с температурой. Сигнал в данном случае будет сформирован иначе. Если напряжение, которое подается аналоговым сигналом, соответствует значению измеряемой температуры, то в цифровом сигнале для каждого значения будет подаваться определенное количество импульсов напряжения. Приемная аппаратура будет декодировать импульсы и восстанавливать исходные данные.